Всем привет, это Хабаровск онлайн и в ближайшие несколько минут мы вспомним все самое интересное и обсуждаемое из сети за последние дни. А именно, автомобилисты знатно намусорили, что покупают горожане в интернете и в Хабаровске появился ТЭД. В 2021 году горожане смогут искупаться в аквапарке. Да-да, прямо в Хабаровске эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Аквапарк площадью в 50 тысяч квадратов вместит в себя не только водную зону из нескольких бассейнов с различными горками, но и гостиничный комплекс. На 145 номеров детские игровые зоны, сауны, спа-комплексы и фитнес-зал. Что до водных развлечений, то проектировщики, помимо внутренних, предусмотрели еще и теплые бассейны, расположенные на крыше. В них можно будет купаться даже зимой. Также в планах ленивая река и зона с искусственными волнами для обучения серфингу. Веселиться на водных аттракционах одновременно смогут 800 человек. Помимо этого, на уличных площадях комплекса планируется обустроить парковую территорию с прогулочными дорожками и газонами, пляж и набережную. Но все это будет в 2021 году. Ну а в 2019 году подрядчики обещают сдать большой торговый комплекс, который вместит в себя не только различные магазины, но и развлекательные зоны, а также кинотеатр «Аймакс». Я надеюсь, что действительно этот объект станет центром притяжения. Почему? Потому что строительство дамбы и строительство подрядной организации. Здесь дополнение к дамбе, набережная, благоустройство территории, бассейны на кровлях, теплые бассейны. Это все-таки один из элементов, который сегодня востребован и нужен для жителей города Хабаровской гостей. В комментариях люди гадают, построят ли все-таки этот объект и как это скажется на транспортной ситуации в районе. На Пионерской сейчас часы пик, тянучка, съезд Калинина и подъем на Запарина вообще печаль. Думаю, обычный дубль вдоль ТЦ не решит проблему, а машин станет в разы больше, в том числе и грузовых с товарами в этот же ТЦ. Хорошо, что тюрьмы рядом нет, а то бы зарубили и Самбери, и Аквапарк. Повезло, достроят. Что ж, посмотрим, что сделают инвесторы. Аквапарк с торговым центром или все-таки торговый центр с аквапарком. Впрочем, они уверяют, что это будет самый большой водный комплекс на Дальнем Востоке. На прошлой неделе хабаровские автолюбители жгли. И дело даже не в каких-то особо жутких дорожно-транспортных происшествиях, а в том, что они мусорили и разыгрывали сцены из фильма «Пункт назначения». Что ж, начнем. В объектив припаркованная в районе Краснореченской машины попала, как женщина выходит из автомобиля и как-то так легко бросает бутылку на газон. Затем с чувством выполненного долго закуривает. Водитель с регистратором сделал ей замечание. Грубовато, но все же. Берите за собой, что свинечит. И что дальше? Вон, дочку попросите, или кто это? Этот ролик набрал почти 10 тысяч просмотров и множество комментариев, приводить которые мы не можем по этическим соображениям, но суть их в том, что, кажется, героиня видео забыла хрюкнуть после того, как бросила бутылку. А вот на другом видео, которое было сделано дорожными камерами на пересечении улиц Калинина и Ленина, героем стал целый самосвал. Машина, груженная землей, стояла на красный свет, а после того, как загорелся зеленый, она поехала, но оставила довольно заметный след. В комментариях пользователи шутят, что это он дорогу посыпает, чтобы скользко не было. А вообще это нарушение правил перевозки сыпучих грузов, в соответствии с которыми кузов должен быть накрыт пологом, а борта закреплены. А вот еще одно видео, связанное с грузовиком, и оно в духе триллеров про случайную смерть. На улице Суворова из грузовика высыпались металлические листы. Трудно представить, что произошло бы, если бы они попали на легковой автомобиль, но, к счастью, обошлось. В комментариях люди дают дельный совет просто закреплять груз. Трудно с этим не согласиться. В городе в очередной раз разогнали нелегальный рынок на улице Суворова. Там торговали рыбой, носками, продуктами и одеждой. Как сообщается на странице «Наш индустриальный район» в Инстаграме, в ходе рейда администрации, полиции и добровольной народной дружины несанкционированная торговля на улице Суворова была пресечена. В отношении предпринимателей составлены протоколы, а их торговое оборудование, доски, коробки и лотки вывезены. Кстати, следующей весной излюбленное место, которое выбирают нелегальные торговцы для реализации своей серой продукции, благоустроят. Там поставят ограждения, сделают клумбы, пешеходные дорожки. В общем, сделают так, чтобы торговать здесь было невозможно. Самые популярные среди хабаровчан онлайн-покупки – это мобильные телефоны, смартфоны и планшеты. Таковы результаты исследований компании «Яндекс.Маркет», которые приводят издания «Ньюс КХВ». По данным экспертов, онлайн-покупки с компьютеров хотя бы раз за год совершила почти половина, а именно 45% взрослых жителей Дальнего Востока из крупных городов. Согласно опросам «Яндекс.Маркета», хабаровчане обращаются в интернет-магазины прежде всего из-за возможности сравнить цены и искать выгодные предложения. Это важно для 58% опрошенных. Самые популярные в хабаровской онлайн-покупке – это гаджеты. За последний год эти товары как минимум один раз заказывали в интернете 50% опрошенных. На втором месте – одежда и обувь, а на третьем – средства для ухода за лицом и телом. Интересно, что во Владивостоке люди чаще всего покупают в интернете одежду и обувь. Миссия на Марс как интернет-шоу для всего человечества. На прошлой неделе космический аппарат «Инсайт» совершил посадку на Красную планету. Летел он туда около 7 месяцев, но самым опасным моментом было именно приземление. И НАСА устроило настоящее шоу с этих 6 минут страха. Именно так назывался процесс снижения аппарата на поверхность Марса. Они устроили трансляцию этого действия в YouTube. «Инсайт» вошел в атмосферу Марса на скорости 19 800 км в час. От перегрева аппарат спасался с помощью защитного кожуха, который разогрелся до 1500 градусов Цельсия. Через 10 минут аппарат раскрыл парашют. Через 15 секунд после этого сбросил тепловую защиту. Еще через 10 секунд выпустил три посадочные ноги. Далее «Инсайт» активировал радар, который определяет расстояние до поверхности, сбросил парашют и включил тормозные ракетные двигатели. Чтобы посадка была мягкой, скорость должна была составить от 27 до 8 км в час. Все получилось. После этого аппарат прислал на Землю фотографию с места, где спустился на поверхность. Эту фотку уже назвали «Селфи с Марса». И вы знаете, это одно из лучших селфи, которые я видел. ТЭТ в Хабаровске? Да-да, именно ТЭТ в Хабаровске. На прошлой неделе в городе прошла вторая конференция ТЭТ-Х, точнее ТЭТ-Х-салон. Вообще ТЭТ это ежегодная конференция, на которой рассматриваются представляющие общественный интерес темы, технологии, дизайн, медицина, образование, политика и многое другое. Ораторы ТЭТ просто и доступно представляют свои идеи с помощью коротких выступлений. В Хабаровске на прошлой неделе прошла уже вторая такая конференция, и там все было по-настоящему. Интересные спикеры, онлайн-трансляция в YouTube. Темой конференции стала «История успеха». На ней выступили мастер балетной фотографии Дарьян Волкова, призер чемпионата WorldSkills Russia Маргарита Дерунец, заместитель директора технопарка «Русский» Виталий Извенко, редактор научного журнала Ася Ефимова. А на первой конференции свои идеи доносили флорист, сомнолог, психотерапевт, эволюционный биолог и эксперт по харизме. Организатором TED в Хабаровске стала Алиса Желевская. Она получила лицензию на организацию и проведение TEDx. Для этого было достаточно заполнить форму на сайте. Главное условие — отсутствие в выступлениях псевдонаучных заявлений. И теперь видео с выступлений хабаровчан можно будет посмотреть на сайте TED. А мы продолжаем нашу рубрику «Как раскрутиться в Инстаграме». В прошлой программе мы узнали, как привлечь подписчиков и стоит ли для этого пользоваться сторонними приложениями. Если вдруг не видели, то эта программа выложена на нашем канале в YouTube, который называется «Телеканал Хабаровск». А сегодня мы узнаем, какой контент заходит лучше всего. Если же вы ведете личный аккаунт, то постарайтесь максимально разнообразить его. Побольше делать сториз, побольше публикаций, побольше опросов. Сейчас, благо, позволяет Инстаграм, позволяет все возможности это сделать. Играйте с людьми, спрашивайте у них, задавайте загадки, устраивайте конкурсы. Это может быть как в личном аккаунте, так и в пабликах. Постарайтесь максимально-максимально привлечь аудиторию. Не допускайте орфографических ошибок, не допускайте каких-то некрасивых фотографий, потому что Инстаграм в первую очередь — это яркая, красивая, живая картинка. Лучше всего постить видео. И это нужно понимать. Видео — это я имею в виду не только в ленте, видеозапись, но и также трансляции, прямые эфиры и так далее. Видео и продается лучше всего, доказано 100%. Видео смотрят, но надо понимать, что видео должно быть качественным, интересным. А напоследок очередное атмосферное видео от Хабаровчан, на этот раз про Затон. Ролик снабжен поэтическим описанием. Все речные корабли и баржи, подобно лесным животным, на зиму впадают в спячку. И только весной, когда растает лед, они вновь поплывут по Амуру. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, на этом все. Подписывайтесь на телеканал Хабаровск во всех социальных сетях. В Инстаграме нас можно найти по адресу khv.tv, а в Ютьюбе по запросу телеканал Хабаровск. Лайкайте, комментируйте, ставьте хэштег «Смотри Хабаровск» и делитесь своими фото, видео и интересными новостями. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok